Что вообще лучше танковка бронёй и танковка щитами? Они разные. Броня простая и незатейливая в управлении. Люди не любят сложности. Да, как бы я забронил, как новичок. Просто кнопочку нажал и всё, и она регенится. У неё нет показателя, там, КПД, когда она эффективнее работает, а когда нет. У щитов же иначе. Щиты, он имеет пассивный реген. То есть он сам по себе восстанавливается, что броня не может. Их эффективность возрастает либо падает. Наивысший пик показания у щита, это когда его остаётся 30%. То есть на 30% он регенится со 100% своими возможностями. Больше 30% или меньше 30% его показатель по регену уменьшается. А у брони такого нет? Нет. А поэтому вы убьёте чувака по щиту. Вот, о, нормальные щиты сношу, сейчас я его сделаю. Привыкли к броне. А ты ему 50% снесёшь и всё, и дальше уже у тебя может ДПСа просто тупо не хватать, ему щит пробить. На 30 ты вообще охренеешь. То есть если ты не продавишь ему этот щит, ты его не завалишь просто. Смотрим, что у него. Эффективность накачки щита 35, потребление энергии. Так, время цикла 2 секунды. Ну, открываем броню. Восстанавливает 92 единицы, но время цикла 6 секунд. То есть в 3 раза больше. То есть делить на 3. Потребление энергии. Композитор подстраивается под это, чтобы всё это было нормально. Суть в разнице у них небольшая. Но учитывая того, что щит ещё и пассивную подкачку имеет, вот тут уже начинаются качели. У всех щитов изначально есть по умолчанию пассивная подкачка. Ты можешь её улучшить. Как увеличить пассивную подкачку? Риги ставить. Увеличивать объём ещё можно. Чем больше объём щита, тем быстрее увеличивается его подкачка. Плюс есть модуль в средние слоты, в малые слоты и риги, как ты говоришь. Увеличить её вообще не проблема. А зачем пассивку собирать, если ты активный щит делаешь? Проще активный как бы поставить. Активная подкачка, она не работает на этот бонус, когда у тебя 30 процентов остаётся. Она у тебя тогда работает тупо как ремонт. Но если ты немножко хотя бы увеличиваешь пассивку, это у тебя и твоя активная подкачка работает, и пассивная подкачка работает. Вот тогда вот этот прикол интересен. Когда чувак тебя долбит, он до 50 процентов проходит, всё. Он смотрит, что-то уже плохо пробивается. Доходит до 30, всё. У него ДПСа не хватает, он не может продавить. А в ПВБ оно очень важно играет. Особенно, когда ты противнику даёшь иллюзию того, что он контролирует ситуацию. Когда он напомнится, что уже он не продавливает, всё поздно. Он уже от тебя никуда не уйдёт. Ты же тоже по нему дамажишь. Ты знаешь зачем две брони ставят вообще? Две ремонтки? Ну возможно для того, чтобы сначала чиниться одним, а потом хоба на два. Типа того, но не совсем. Ты можешь поставить, например, одну с нанитами, либо две с ремонтами. Почему сразу с нанитами не поставить? Суть в том, что нанитами они ремонтируют хорошо, но ремонтируют до перезарядки. Только ты доходишь до перезарядки, всё, ты умер. Если пилот знает, что он делает расчёт на затяжные бои, ну долгий бой может быть. А у обычного ремонта, то есть нанитов нет, он работает постоянно, но его одного не хватает. Поэтому ставят два, чтобы не было перезарядки. То же самое можно со щитами делать. Включить её одну, а он только ближе к 30 процентам, он включает второй щит, вторую подкачку. То включит её, то выключит. Он не даёт упасть ниже 30 процентов. Включает-выключает, чтобы капу экономить.